Как мы уже выяснили в одном из наших выпусков, царская Россия была чем-то поистине ужасающим. Кругом развраты коррупции, голод и разруха. Неудивительно, что должен был родиться человек, который станет в будущем опорой для тех, кто захочет подарить народу все блага революции, свободу, равенство и братство. И такой человек действительно родился. Случилось это знаменательное событие 22 апреля 1870 года в городе Симбирске. Именно там и именно тогда родился герой мифов, легенд и анекдотов. Человек, чей речевой дефект стал его визитной карточкой. Владимир Ильич Ульянов Ленин. Кем его только не называли. Он и вождь мирового пролетариата, и победитель царизма в России, и совершенствователь идеологии Маркса и Энгельса, и руководитель революции большевиков и так далее и тому подобное. Личность он легендарная и одновременно одиозная. Вдумайтесь, его день рождения стал в СССР государственным праздником. Каждая строка литературных творений вождя, даже откровенная графомания, считалась священным текстом, который нужно было заучивать в школе в принудительном порядке и помнить наизусть даже после ее окончания. В общем и целом, в ленинских сборниках были опубликованы примерно 24 тысячи документов, которым был рукой и разумом причастен старик. Это было логично. Коммунисты решили забрать у народа религию и заменить веру в любого бога верой в человека. Человек для этого нужен был вполне конкретный, а его слова, особенно эпичные и как можно более расплывчатые, нужно было увековечить. К счастью большевиков и, к сожалению простого народа, искусством разбрасывания лозунгов Ильич владел превосходно. И даже после его смерти говорилось, нет Ленина, но есть великий коллективный Ленин, РКП. По итогу, дедушка Ленин и его свора попытались создать первого в истории России супергероя. И на броневике выступает, и бревна на субботнике тягает, и за державу всем своим красным сердцем радеет. Вот только усложнял вождь своим пропагандистам работу. В общем и целом, примерно 400 актов, которые он завизировал своим автографом, народ не увидел. Почему же? Целых четыре сотни документов различного порядка, от личных писем до целых статей. Общество видело в лучшем случае пару раз. Лишь недавно из архивов достали доказательства того, что не так идеален был Владимир Ильич, каким его молевали поклонники Великого Октября. Добрый дедушка Ленин на деле предстал жестоким дельцом, который с легкостью разрушал судьбы тысяч и миллионов людей, не испытывая при этом никакого морального дискомфорта. Это не было бы исключением, ведь все правители, которые ставили себе целью перевернуть привычный мир с ног на голову, обладали жесткостью и даже жестокостью в той или иной степени. Вопрос состоит в том, был ли жесток Ильич как политик или же как человек. Если первое можно объяснить тогдашней непростой политической обстановкой и попросту жутким положением в стране, то второе не может быть оправдано абсолютно ничем. Человек, подменяющий общественное благо собственными низменными целями, появился в мировой истории немного позже, и пусть ненадолго, но поработил почти всю Европу. Имеется в виду Адольф Гитлер. На сравнение с Гитлером наводит и поразительная схожесть идеологии в своем основном постулате – насильное управление людьми ради их же блага. Помочь нам ответить на вопрос о жестокости Ленина смогут новые рассекреченные материалы, к созданию которых так или иначе приложил свою руку вождь мирового пролетариата. Итак, какие же творения Ульянова скрывали в специальных хранилищах и запрещали публиковать? Если говорить в общем, то те, которые обличали его воистину фашистскую бесчеловечность и жестокость, в то время как писатели и поэты строчили ему хвалебные вирши и прозу, повествуя о доброте, щедрости и благородстве товарища Ленина. Самый мудрый и сострадательный не должен был показаться народу тем чудовищем, которым был на самом деле. Одним из скрытых документов стало интереснейшего содержания телеграммка, которая 11 августа 1918 года пришла в Пенсинскую губернию. Этот район России отличался тем, что политика продразверстки здесь проводилась особенно добросовестно, жестоко, зверски и безапелляционно, как будто армия только что пришла на вражескую территорию и реквизирует пропитание у несчастных побежденных. Красногвардейцы могли в любой момент ворваться в дом обычных жителей с обыском и забрать всю пищу до последней крошки, не глядя на то, кто живет в доме – женщины, дети, старики. Конечно же, вспыхнуло восстание. Народ еще помнил, как в октябре прошлого года воля народа будто бы победила обезумевших правителей. Восстание быстро распространялось и охватило сразу несколько властей. Как же отреагировал на это вождь мирового пролетариата? Товарищи! Восстание пяти властей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Первое. Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел не меньше ста заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Второе. Опубликовать их имена. Тветье. Отнять у них весь хлеб. Четвертое. Назначить заложников. Сделать так, чтобы на сотни везд народ видел, трепетал, знал. Прямым текстом борец с самодержавием и произволом приказал раздавить, задушить, уничтожить тех несчастных, кто просто хотел жить. Лишить пищи, обесчестить, запугать, убить. Вот как следует читать пункты этого приказа. Может ли создать нечто подобное лучший друг детей и взрослых во всем СССР? Вот такой вопрос задали бы себе все ошарашенные граждане-товарищи, если бы только узнали. Вот только узнали об этом очень немногие, но все молчали. Одним это было выгодно, другие были попросту напуганы. Третьим же было попросту все равно, ведь никто не думает о том, что беда может коснуться именно его в самый неожиданный момент. Не исключено, что этим вдохновился тогда еще не очень удачливый художник из Австрии, который, став фюрером, напишет следующее. «Мы обязаны истребить население. Это входит в нашу миссию охраны германского населения. Я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются как черви». Звучит довольно похоже, не правда ли? Отличие лишь в направлении. Когда Гитлер якобы громил чужих ради своих, Ленин абсолютно прямолинейно приказывал убивать свой же народ во имя его блага. Возникает закономерный вопрос, а не вдохновлялся ли Адольф свершениями своего ставшего товарища Ленина? Но что если у Ленина тогда был просто неудачный день? Вот всего один раз озверел от злости. Проклятые империалисты своими кознями по второму кругу проедают плешь. Новая речь еще не готова, бревно для субботника сдулось. Да мало ли какая беда может случиться у самого Ильича. Вот только одним из рассекреченных документов оказалась телефонограмма Зиновьеву, который в мае 1919 года был ответственен за эвакуацию Кронштадта. Белогвардейцы развернули активное наступление. Ознакомимся с маленьким фрагментом текста. Товарищу Зиновьеву, отправляйте неблагонадежных в концентрационные лагеря. Знакомо это понятие? Да, концентрационные лагеря существовали и до того, но они, как правило, использовались в гораздо меньших масштабах для заключения военно-пленных и изредка политических заключенных. Для Ленина же это становилось едва ли не необходимостью, ведь врагов революции было так много, что их приходилось где-то собирать, чтобы упростить уничтожение. Забавно, что как раз этот текст в ленинских сборниках опубликовали, но вот слова «концентрационные лагеря» интеллигентно убрали. Можно долго кричать, что это фальсификация, что Ленин – это вам не какой-то Гитлер или Муссолини, он бы на это не пошел. Вот только есть еще несколько документов, которые доказывают, что лагеря, которые в СМИ называют трудовыми и исправительными, на деле оказывались именно концентрационными. Например, когда 23 июля 1918 года Петроградский комитет РКПБ принял решение о красном терроре, очень важным пунктом этого акта стало взятие заложников и создание трудовых, ну то есть концентрационных, лагерей. Это подтверждала и августовская телеграмма 1918 года в Пензенский губ исполком. Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Так что политика направленного истребления несогласных с Лениным использовалась на полную катушку. Да и не выполнить было трудновато. Сегодня возражаешь, а завтра ты уже контр- и кулацкий подголосок, которого отправляют в лагерь перевоспитываться. Чем могут оправдать жестокость вождя и его последователи? Конечно же, временами. Мол, тогда иначе было нельзя. Воевали не на живот, а на смерть. Белые первыми начали свой террор и прочее, прочее, прочее. Вот только в то время, как воспитанные белогвардейцы воевали с совершенно конкретными противниками, Ленин в своем письме от 1 августа 1919 года прямым текстом указывает «Надо надзигать за всеми». Этим он подчеркивал, что не важно, кто сегодня считается другом. Бояться должны все. Возомнив себя божеством, Ильич начал распоряжаться судьбами поверивших ему людей на свое садистское усмотрение. Замените во всех этих сомнительных оправданиях слова «Ленин» и «Коммунизм» на слова «Гитлер» и «Нацизм». Можно ли было оправдать все зверства Гитлера временами? Сможет ли это смыть ту кровь, которая огромным пятном легла на его черную душу? Не станем грешить против истины. Определенные предпочтения в том, кого отправлять на убой, у Ленина, конечно же, были. Его личный крестовый поход был направлен против интеллигенции и церкви, тех, кто в прошлом был элитой и обладал авторитетом, достаточным для того, чтобы поднять народ на восстание. Ильич, конечно же, не нацист, который воюет против народов. Тут можно применить термин «классист». Ему были чужды некоторые общественные слои, представителей которых он истреблял не как человек, а как политик в огромных количествах. Рано или поздно он смог бы стать самым кровавым из тиранов 20 века, ведь народ истребить можно, а вот конкретный класс постоянно пополняется новыми и новыми людьми. Уже вскоре ему бы пришла в голову мысль, что проводить подобную политику лишь на своих территориях попросту мелочно. Весь мир нужно коммунифицировать тем же способом. Вполне понятно, что тот, кто сам пришел к власти путем развязывания кровавой гражданской войны, боялся, что его же методами он будет повержен и сам. Вот и перестраховывался. Когда красные пришли в шую и стали изымать святыни и церковную утварь, местные верующие, конечно, воспротивились, защитнички оскорбляли их веру. Что сделали солдаты? Правильно, просто расстреляли непокорных, как в общем-то и любят делать до сих пор в России. Это событие сподвигло Ленина написать солидное письмо, отмеченное грифом «Строго секретно, ни в коем случае копий не снимать». Среди всего прочего в нем говорилось следующее. Политбюро дает детальную устную директиву судебным властям, чтобы процесс против шуйских мятежников был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расхьелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев города Шуи. А по возможности также не только этого города, но и Москвы и нескольких других духовных центров. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Стоит обратить внимание именно на первые пять слов. Это решение было предопределено высшими партийными чинами, для которых жизнь человека не имела ровным счетом никакого значения. Он – враг революции, которого нужно уничтожить с особой жестокостью, чтобы другим неповадно было. А ведь были и те, кто пытался отговорить Ленина учинять подобные безумства. Вождь анархистов Кропоткин со всей пылкостью просил в письмах прекратить красный террор. И это неудивительно. Анархисты не считали, что тот, кто свергнет самодержца, должен сам им становиться. Кропоткин, Бакунин, Махно разделяли похожие идеи. Они желали своему народу свободы. И как же охарактеризовал Кропоткина тот, кого будут заставлять любить в течение последующих 70 лет. Он назвал его наивным человеком. То есть уверенность в том, что для счастья нужно обязательно лить человеческую кровь, настолько укоренилась в воспаленном мозгу Владимира Ленина, что он не мыслил иного пути. Эта идеология была свойственна и его наследникам в ЦК КПСС, и иностранным коллегам. Национал-социалистам и фашистам. Но нежестокостью единой жил Владимир Ильич. Свойственны ему были и другие слабости, которые заставляли его друзей засекречивать его переписку огромными фрагментами. К примеру, большинство писем Инессе Федоровне Арманд, известной также под псевдонимом Елена Блонина, так и не увидела свет. Причина была проста. Лысый баловник в письмах позволял себе говорить практически напрямую весьма крамольные вещи. Вот, например, что он написал ей 13 ноября 1916 года из Люцерна. Дорогой Дгук, захотелось мне сказать вам несколько дружеских слов и крепко-клепко пожать вашу руку. Вы пишете, что у вас даже руки и ноги пухнут от холоду. Это ей-ей ужасно. У вас ведь и без того руки всегда были зябки. Ваш. Сегодня могут сказать, что в этом письме не было ничего такого. Напротив, все максимально поэтично и целомудренно, практически никакой интимной лирики. Причина строжайшей секретности была в том, что вождь не должен был ассоциироваться с обычным человеком. Он идеален и всемогущ. Ему недоступны низменные инстинкты. Рядом с письмами Инесси улеглись и бытовые записки Ильича, в частности, записи о доходах, которые он мог доверить только самому себе. Натурой получалась квартира в начале года в Смольном, Петроград. Затем, во времени переезда правительство в Москву в Кемле, размером 4 комнаты, кухня, комната для прислуги. Семья, 3 человека плюс 1 прислуга. И вновь, для современного человека все более чем скромненько. Вот только мы упускаем тот факт, что даже отец, взявший на работу своего сына, ленинистами назывался эксплуататором и кулаком, которого лишали продуктовых карточек, избирательного права, отнимали все имущество, ссылали в дальние районы страны и так далее. Про проклятых буржуинов и речи не идет. Их быстрее было казнить, чем тратить на них ресурсы. А теперь представьте, как могли враги революции сыграть на том, что у самого Ленина была прислуга. И несмотря на все это, надо отдать Ленину должное. Зачатки разума у него все же были. Вторая половина 1918 года началась с новой кампании. Бывший каторжник стал призывать к привлечению интеллигенции старой закалки в ряды коммунистов. 27 ноября 1918 года на собрании партийных работников Москвы прозвучала большая речь, которая оставалась неопубликованной при жизни и была обнародована лишь в 1929 году. Ильич заявил. Мы должны брать эту интеллигенцию, ставить ей определенные задачи, следить и проверять их исполнение. Мы строим власть из элементов, оставленных нам капитализмом. Мы не можем строить власть, если такое наследие капиталистической культуры, как интеллигенция, не будет использовано. И тут же, исправляя только что родившееся хорошее впечатление, исправился. У нас еще очень немало осталось примазавшихся к советской власти худших представителей буржуазной интеллигенции. Выкинуть их вон, заменить их интеллигенцией, которая вчера еще была сознательно враждебна нам и которая сегодня только нейтральная. Такова одна из важнейших задач теперешнего момента. В этой же речи он попытался выгородить партию и скорректировать историю, представив красный террор в качестве ответной вынужденной меры. Если нам приходилось с ней, интеллигенции, беспощадно бороться, то к этому нас не коммунизм обязывал, а тот ход событий, который всех демократов и всех влюбленных в буржуазную демократию от нас оттолкнул. Как обычно, никто не виноват, время такое, враги кругом, они же могут навредить, поэтому их надо истребить заранее, пока не навредили. Если бы этот постулат применить к кирпичам по принципу того, что они иногда падают людям на головы, то вся Россия переселилась бы в землянки. И вот, наконец, мы можем ответить на вопрос, почему человек по кличке Ленин выбрал жестокость в качестве основного инструмента для совершения своих грязных политических делишек. Ответ одновременно прост и сложен. Ленин сам ничего не выбирал. Подобные ему обязаны быть жестокими на политическом поприще, но его личная тяга к насилию подогревалась практической невозможностью всех его замыслов. Ведь цель казалась крайне простой. Раз все живут неправильно, то нужно заставить всех жить именно так, как надо. И Ленин видел эту цель так ясно, что сам факт того, что он кого-то и к чему-то принуждает, казался ему чем-то естественным и закономерным. Он же не так принуждает, как это делал царь. А по итогу он получает множество очагов народных вооруженных восстаний, в которых народ оказал новой власти неожиданно яростное сопротивление. И это разозлило будущего вождя, на самом деле глуповатого, самодовольного и наглого. Я, мол, от всей души дарую вам счастье щедрой рукой, а вы мне фигу тычете. Так я вас, к счастью, волоком потащу. Дальше он решил, что жестокость – это кратчайший и максимально эффективный путь, который позволит ему отфильтровать всех несогласных, которые мешают всеобщему счастью. Родил ли он на самом деле душой за тех, кому он наносил добро и кого подвергал ласке? Конечно, нет. Разъезжавший по заграницам сынок действительного статского советника, в распоряжении которого были как прислуга, так и немалые деньги, попросту не мог представить себе, что то, как он видит счастье народа, не обязательно должно выглядеть именно так. Ведь в чем весь смысл политики большевиков? В огромной, всепоглощающей великой идее превосходства одних над другими. Она может быть и нелогичной, абсурдной и попросту нереальной, но она будет великой. И все эти необразованные тупицы должны были кланяться в ноги новому, чего греха таить, царю. Ведь действовал жестокий вождь максимально схожий с теми, против кого он и боролся, пользуясь прагматичной логикой. Все методы, которые может применять противник, нужно применять против него. Важно, что именно может применять, а не применяет. А народ слишком темен и несведущ, чтобы осознать, какие великие вожди пришли на его землю и решили, что будут тут руководить. Вот на этом месте разошлись пути большевиков и анархистов. Вторые искренне считали, что народу нужно всего лишь позволить самоуправление, а там он сам сможет справиться со всеми невзгодами и обеспечить себя. А красная свора, во главе с физически и психически нездоровым крикуном, считала народ стадом, а себя – пастухами, которые уж точно лучше знают, как народу будет лучше. Сейчас кровью умоются, а потом скажут спасибо. Все ленинские методы отдавали той самой царской жестокостью и безнаказанностью, но он этого не понимал и не желал понимать. А тех, кто ему на это указывал, безжалостно уничтожал, как контрреволюционный элемент. Так и покосил множество тех, кто мог мыслить критически и докапывался до истины, оставив подавляющее большинство тех, кто рад уже тому, что барин сегодня не бьет. А будет день – будет и пища. И эта мысль в России проходит красной нитью. Символично, правда? Через всю историю. Новый владыка плох? Ну ничего, он хотя бы не такой, каким был предыдущий. Дадим ему шанс. И каждый новый озверевший вождь, где бы он ни сидел, получал в свои руки все большую власть, ведь он должен быть не таким, как тот негодяй, сидевший на троне до него. Не может быть, чтоб так было. Снова и снова. Снова и снова. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительные видео, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова